Ну что, бродяги, наисловнейшего ютуба, давайте еще раз проведем эксперимент с моей самостоятельно сделанной энергетической установкой, которая способна заряжать сотовые телефоны, может заряжать аккумуляторы, может отдавать столько тока, что даже светится лампочка накаливания. Если не верится, ссылочка будет в описании. На основном канале я показал, как с помощью этой установки я зажег вот такую лампочку, да, в ней преобразователь, но при этом я зажег ее именно от вот этой энергетической установки, чтобы показать, что никакие батарейки не спрятаны ни здесь, ни здесь. Здесь я сделал специальную устройству такую вот, повышающую образователь, и вот такую филаментную лампочку, которую разобрал, чтобы в нее никто не напихал ничего и ничего не заподозрил. И запитав вот эту систему от вот этих вот элементов алюминиевых, я заставил ее светиться очень даже ярко. Кому интересно, гляньте по ссылочке в описании. А сейчас я хочу показать вам еще одно удивительное свойство элементов Штерна, работающих на принципах элементов Зейбека. Вот это свойство в том, что обычно, если используются элементы Пельтье, а здесь используются не элементы Пельтье, я это уже говорил, установка сделана очень просто, очень изящно. Вот такая вот отливка из алюминия, вот такой на фрезерном лазерном станке 3D принтере отпечатан алюминиевый брусок, болты тоже отпечатаны на 3D принтере. В общем, все очень просто. Вот, собрали, поставили, можно на лед, можно в речку, на кирпич на какой-нибудь. Установка не особо боится воды, потому как там низкие напряжения и коротких замыканий практически не бывает. Так вот, что мы сейчас сделаем? Есть такое святое убеждение, что, ну не то что убеждение, да, для элементов Пельтье характерно такое недостатко, или недостатка, что они вырабатывают очень низкое напряжение, хотя и нормальный ток. А я собираюсь напрямую от вот этого элемента Штерна засветить вот этот вот мощный 3-х вольтовый светодиод, он по-моему 3-х ваттный, это от фонаря, от японского, который будет подключен без преобразователей, который я использую для того, чтобы засветить лампочку на 80 вольт. Вот здесь вот преобразователь специальный на одном транзисторе. Вот, или же преобразователь, который прятан вот в такую лампочку повышающей, который запаливает вот такую козоразрядную колбу, ну, ее даже в 220 включишь, она светиться не будет. Вот, поэтому мы сейчас попытаемся раскочегарить с помощью старинной таблетки сухого горючего, да, вот эта таблетка называется сухое горючее. Нашу установочку энергетическую термоядерную, ну, термо, потому что она работает от термо, от температуры. Ядерная, потому что там происходит слияние ядерных молекул углерода, ну, а точнее спирта и кислорода. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Получится ли у меня зажечь без всяких преобразователей 3-х вольтовый светодиод или нет. Я самого этого не знаю, поэтому это LIV, эксклюзив. Что там еще на буквы ЛЭ. Поджигаем таблеточку сухого горючего. Вот она какая, сухая спиртяга, горит. Все, теперь пинцетиком ее беру и аккуратно помещаю в реактор. Это вот химический реактор. В нем происходит химическая реакция окисления сухого горючего в кислороде. Вот так вот прикроем немножечко крышечку, чтобы банка сильнее согревалась. И подождем. Значит, сверху у меня все подогревается. Здесь инфракрасное тепло отражается только вверх. Снизу холод поступает и охлаждает вот этот радиатор. Ну, а нагрузочка у нас тут подключена. И мы ждем, когда разогреется банка. Вот. И напряжение достигнет нужных величин. Возможно, ничего не получится. А возможно и получится. Давайте проверим. Потому что именно на измерениях в предыдущих опытах я и основываюсь. То есть, базирую свой эксперимент на предположении, что раз у меня когда-то в опытах напряжение этого элемента при вот таком вот разогреве превысило 3,5 вольта, значит я смогу зажечь вот такой вот светодиод. Правда, фонарь может оказаться бракованным, но это не страшно. Наука она такая. Мы предполагаем, а сама техника располагает. Ну, давайте все-таки понаблюдаем. Вдруг что-то получится. Если не получится, то я с помощью преобразователя зажгу для вас лампочку филаментную. Но я бы хотел зажечь, конечно, вот такой светодиодик. Пока что признаков жизни он не подает. Но это ничего страшного, потому что должно пройти некоторое время, чтобы градиент температур установился стабильным. И вот здесь охлаждающая пластина хорошо контактировала с элементом штерна. При этом вот этот вот кубик, который я касаюсь пальцем, разогрелся. А он сейчас у меня еще пока что холодный. То есть я его могу держать. Это слишком маленькая разница температур. Надо немножко подождать. Давайте будем делать немножко подождать. И пока он набирает напряжение, можно, наверное, взять и проверить, вот будет эта лампочка сейчас светиться или нет. Тут надо тоже полярность соблюдать. У этой лампочки есть минус вот тут. Не, неправильно показал. Вот тут у нее минус. Там внутри преобразователь. И он критичен к полярности напряжения. Вот лампочка по чуть-чуть уже начинает светиться. Смотрите, а вот и светодиод уже начинает светиться. Я думаю, видно, да? Видно. Светодиод светится. Ну, очевидно, это отдача от лампочки, то есть преобразователь лампочки. Хотя нет, смотрите, вот я лампочку отключил. И светодиодик начинает разгораться. Вот, вот, вот температура дошла. Есть, есть, ребята. Вот смотрите. Никаких преобразователей. Яркий. О, е-мое. Он реально яркий. Давайте вот так вот пятно посмотрим. Смотрите, светится белый светодиод. Еще не сгорел. Еще не сгорел пока. Вот, тушить бы все это дело надо. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон он как сильно горит. Ну вот. Мой опыт удался. Напрямую. От элемента штерна. Яркий. Яркий. Вот, смотрите, какое пятно света. Яркий светодиод светится без всяких преобразователей. То есть, смысл опыта был в том, чтобы никаких преобразователей не использовать. Потому что с преобразователями, пожалуйста, с преобразователями я сделаю это запросто. И любой сделает это запросто с преобразователями. Даже на элементах пельтье. Так, вот здесь у меня плюс. Сейчас посмотрим, как вот эта лампочка будет загораться. Давайте вот так вот это двину. А вот тут у меня минус. Сейчас до минуса доберемся. Там уже огонек почти погас. Но температура достаточная, чтобы удерживать энергию ровно настолько, чтобы лампочка светилась. Ну вот, смотрите. Это, конечно, с преобразователем. Это не так интересно. Да, интересно, да, потому что эта лампочка больше и мощнее. Но без преобразователя, по-моему, это удивительно. Если это удивительно мне, то, конечно, хейтерам это вообще неудивительно. Они всегда это видели еще 300 лет тому назад. По-моему, в книжке искусства схемотехники все это прочитали. Или им это Белецкий показал. Вот так вот. Подключаем напрямую. Без преобразователей. О, смотрите, братцы. Огонь уже потух, а штука вон как светится. Ну, удивил, не удивил, в комментариях узнаю. Ух ты, е-мое, штука-то вон какая. Давайте вот покажу, как она освещает. О, о как она освещает и далеко бьет. Вот такая вот. Ну, все. На этом, ребята, все. Пока. Вот такая вот моя супер-пупер энергетическая установка, которая может зажигать и вот такие яркие светодиоды, и телефоны заряжать, ну, и лампочки светить, ну, и усилители питать. А на этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok